Тарас Загородний, политтехнолог, присоединяется к нашему эфиру в телеканале Freedom. Здравствуйте, Тарас. Тарас, приветствуем. Да, здравствуйте. Конечно же, хотелось бы услышать вашу точку зрения. Отдыхает или прячется властелин Кремля? А это уже не имеет никакого значения. Смотрите, те процессы, которые запустил Путин, они же всегда боялись в действительности объявлять мобилизацию. И то, что они запустили уже в России, уже запускает целую цепочку событий, которые уже не имеют значения, где Путин отдыхает, не отдыхает. Запущенные процессы, которые уже будут дестабилизировать Россию. Я, честно говоря, думал, что это будет чуть-чуть позднее, хотя бы через недели-две. Но события развиваются очень даже быстро. Мы видим уже события, связанные с Дагестаном. Я уже вижу, что некоторые, это переходит даже уже на такой религиозный уровень. Один из муфтиев открыто заявил о том, что необходимо рвать повестки, не идти на фронт. Но самое интересное, чем он заканчивает свое воззвание. Он заканчивает, если вы уже попали на фронт, вам не удалось попасть в плен, у вас есть в руках оружие, вы знаете, в кого стрелять. Это раз. И вот сегодня пришло сообщение, что первого военкома пристрелили в достаточно этнических российских регионах. В Иркутске где-то, если не ошибаюсь. Да, да, смотрите, это то, что боялся Путин и вообще вся их тусовка. Они опасались дать руки людям оружие. Это же самое страшное было для них. И смотрите, это же парень пристрелил военкома, это же еще оружие ему не дали, это же его еще не призвали. То есть это такая еще самодеятельность. То есть то, что он может отдыхать, то, что он где-то присутствует, это, я думаю, что Путин действительно, что происходит, он испугался, как у него часто бывает. Он исчез, он исчез с поля зрения, из Москвы в том числе, потому что понимает, какие процессы запущены. И он ждет там переждать, если там начнутся какие-то протесты, там начнут их подавлять, он потом скажет, ну мы там были ни при чем, это не так, перегибы на местах. Но я думаю, что это уже, это уже не сильно его спасет. Тарас? Сейчас налаживаем связь с Тарасом Загородним, политтехнологом. Мы говорили о том, что военком Усть-Илимска госпитализирован в реанимацию после стрельбы в военкомате. Вот есть одна из форм протеста, один из методов, которым мобилизированные пользуются, для того, чтобы избежать этой участи погибнуть на украинской земле и, собственно, воевать за Путина. Мы же пытаемся подключиться. Да, Тарас Загородний снова с нами. Тарас, последнее предложение попрошу вас повторить, поскольку именно на нем оборвалась связь. То есть Путин сейчас, смотрите, я думаю, что все уже смотрят, как жить в постпутинском мире. Уже рассматривают, ну, в первую очередь, политическую тусовку. Если что, он будет во всем виноват. Каждый уже ищет свое место. Не зря господин Кадыров заявил о том, что он фактически отменяет действия указов президента на территории своей страны. Ну, пока не страны, пока Ичкерии. Он так заявил о том, что никакой мобилизации на территории Ичкерии не будет в Чечне. И якобы они уже перевыполнили план на 240%. Правда, Кадыров же хитровато не заявляет, о кого он посылал в рамках мобилизации. Там же он и этнических россиян собирал у себя на территории Чечни и тоже отсылал в Украину. И тут вопрос, потому что Кадыров абсолютно реальный человек. Он понимает, что лучше сохранять свою армию. Потому что грядет смута, грядет смута и очень многие процессы могут сейчас начинаться. Кстати, Дагестан это одна из тех точек, которая может тоже взрываться. И там игроком может быть в том числе Кадыров. Помните, еще в 99-м году, когда была Вторая Чеченская война, тогда как раз вот атака была первая как раз на Дагестан со стороны Чечни. А вот там будет Дагестан, это нефть, нефть там есть, это выход к Каспийскому морю. Поэтому там это вот какая болевая точка, она может начаться там. Судя по тем событиям, которые мы видели в Дагестане, когда там и женщин старшего возраста пинали эти полицейские. А это все-таки Кавказ. Это вам не Россия, где все будут совсем бегать как бараны. Поэтому я думаю, что процессы начинают происходить очень интересные и очень неприятные непосредственно для Путина и непосредственно для российской власти. Тарас, еще вот такой вопрос. Смотрите, мы часто слышали с территории России, вот от их информационного пространства, вот эти ностальгические нотки касаемо «Брат-2». Вот это желание вернуться в эту атмосферу какого-то, какой-то борьбы, каких-то якобы ценностей, якобы идей. И вот именно «Брат-2» был вознесен в ранг культового фильма. И вот то, что мы, опять же, возвращаясь к Иркутску, то, что мы наблюдаем сегодня, это вот я цитирую одно из новостных агентств. Очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска рассказал, что самодельное оружие, как из кино «Брат-2», Зинин, стреляющий, принес с собой. Выстрелов было несколько, не менее двух. Стрелявшего задержали вскоре после прибытия силовиков, однако вызов полиции принимали долго. Вот, опять же, вот это желание вернуться в состояние «Брат-2». Не станет ли оно, не будет ли обратной силы у этого культа? Ну, смотрите, «Брат-2» это все-таки, если его внимательно посмотреть, ну, вы знаете, когда смотрели этот фильм, как-то так на него, ну, я его когда смотрел, я как бы, ну, такой боевик там, да, как бы не такой, ничего не думали. Но если, опять же, уже смотреть вот с точки зрения 22-го года, даже 14-го года, что такое «Брат-2», это гимн «Ватника», это гимн «Ватника», который по своему усмотрению сеет насилие и хаос. Там обозначены украинцы как главные враги, вот это за Севастополь ответите, помните, да, вот, перестрелки, убийства, потому что я так хочу, потому что у меня якобы есть какой-то вот этот моральный императив, да, что у меня есть какое-то моральное право так действовать. Вот, и, соответственно, понятно, что оно реализовано уже в виде вот этого вот реванша, который, реванша империи российской, которую мы сейчас видим, точнее, советской империи, как продолжение российской империи. Но, смотрите, тут «Брат-2», он же имеет свое четкую, базовый запрос в российском обществе. Вот, знаете, опять же, вспомню, если вспомнить, если кто там читал преступления и наказания того же Достоевского, да, который считается классической русской литературой, так как кто такой Раскольников, да, Раскольников – это тот жеватник. Посмотрите, вот, посмотрите, если посмотреть на вообще на эти фундамент, на котором строится российское общество, в том числе литература, вот Раскольников – такой жеватник, абсолютно социальный элемент, который вместо того, чтобы работать, заниматься продуктивной деятельностью, работать над собой, и он, он что идет? Он идет, убивает, он убивает старушку эту процентничью. Причем вот эта вот фраза «тварь я дрожащая или право имею», это же даже, знаете, это же даже не наказание себя и какое-то моральное обязательство, это оправдание преступления. Кстати, интересная параллель, и там и там была проститутка, там, да, помните, по-моему, Сонечка Мармеладова, да, а в «Брате-2» тоже была русская проститутка, которую он нашел где-то в Америке, да, и потом назад вел. Да-да, Мерилина, она же, да. Абсолютно, да, абсолютно культ, культ асоциальных элементов, да, то есть не культ продуктивности, не культ развития, да, давайте будем жить нормально, будем нормальными людьми. Нет, мы должны вернуться в это, в асоциальное дно и ставить свои законы. И вот, ну, теоретически, возможно, это как-то будет влиять, может иметь обратную силу, когда уже, там, «Брат-2» будет уже использоваться только уже против российской власти. Но тут больше я вижу, что уже все-таки какой-то инстинкт самосохранения начинает у россиян, некоторых россиян, посмотрим на продолжение, вот, начинает срабатывать, потому что я все-таки ожидаю каких-то вот таких вот интересных движений после того, когда им массово дадут руки оружие. Вот, кстати, вот в продолжении вышесказанного, Тарас, насколько, как вы считаете, этот инцидент в Усть-Илимске является показательным? Можно ли уже утверждать, ну, например, что первый выстрел прозвучал? Ну, смотрите, надо смотреть вот статистику по, как жгут военкоматы в России. Вот объявили мобилизацию, вот за все время войны, активной фазы войны, за полгода сожгли 35 где-то военкоматов, да, это за полгода, за, буквально, когда они объявили, вот за несколько дней уже 17, уже половину, да. То есть эти процессы, эти процессы, слава богу, идут, и это хорошо для нас. Чем больше будет дестабилизация в России, тем больше, вот у нас это повторение 17-го года. Кстати, по поводу тоже мобилизации, это же тоже повторение 17-го года. То есть если вспомнить историю, в 14-м году, когда Российская империя влезла в Первую мировую войну, которая, в принципе, ей не нужна была, там, они могли бы получить необходимые результаты, если бы там Германия друг друга и Франция друг друга уничтожила, да. Вот, они уничтожили кадровую армию свою в 14-15-м году, опять же, из-за технической отсталости тогда Российской империи. У немцев было много пулеметов, да, а у российской армии не было, тоже не жалели людей. А потом, уже где-то в 15-16-м году была объявлена массовая мобилизация. То есть они вытащили из деревень, из сел этих людей, которые только с печки, которые городов не видели, которые вообще не понимают, что они делают тут, да. Зачем, зачем они воевать будут, за что воевать, да, потому что непонятно была идеология войны. И этим людям дали в руки оружие. Вот это самое главное. А тут пришел товарищ Ленин, который вообще рассказал, что воевать не нужно и враги не на фронте внешнем, а не внутри страны. И как сказал тогда товарищ Ленин, превращение империалистической войны в гражданскую войну, что они и сделали. То есть мы тут аналогии с Первой мировой войны тоже, Первое мировое уже видим. Идет абсолютно слепая империалистическая война в нашей стране. Вот большинство людей не понимает, которые вот они не хотят, они не хотят воевать, да. Но им дают руки оружие. Вот. И это очень хорошо в действительности. И я надеюсь, что эти процессы будут идти. Тем более, смотрите, их даже на фронт уже без подготовки. пускают, да. То есть они, в принципе, да. То есть уже ей приходят сообщения, что не просто даже не месяц, даже не две недели на подготовке. Их сразу, некоторые приходят сообщения, их сразу бросают буквально день-два, когда они едут со своих там мухосрансков до Харьковской области, да. Их просто бросают в бой. Вот. На убой. И это возмущает. Вот это вот возмущает россиян. То есть они не против нас поубивать, чтобы вы понимали. Как бы не то, чтобы у них какие-то сантименты были к нам, а у них желание, чтобы их подготовили, чтобы хорошенько нас поубивать. А вот когда их бросают в форме Второй мировой войны без подготовки и без ничего, вот это уже беспредел по их непонятиям. А мобилизованные не хотят умирать? Они хотят убивать? Они безнаказанно хотят убивать. Они хотят сафари. А дальше, знаете, когда их начинают убивать, вот это вот хлопание чисто русскими глазами, вот так вот глазками, да, нас за что? То есть они не считают, что это плохо. Они что? То есть не надо никаких сантиментов в отношении них. Они в общей массе не считают, что они делают что-то плохо. Они считают, что украинцев можно убивать. Это же не донация, это же нацисты, вот. Мы делаем хорошее дело. И когда, знаете, у нас часто удивляются, когда какие-то солдаты на оккупированных территориях там пишут, когда освобождают там на досках пишут, извините, что мы испортили вам учебный год. Они искренне, они в искренне своем зверстве. Они искренне считают, что они избавляют украинцев от коричневой чумы, вот. И поэтому не надо никаких сантиментов. Наша задача все это провернуть правильно, то есть провернуть в обратную связь для того, чтобы в России была необходима дестабилизация и эту дестабилизацию по возможности поддерживать как можно дольше. Тарас, вы сказали о временно оккупированных территориях и хотелось бы поднять с вами тему псевдореферендумов, которые там сейчас происходят. Один из моментов, которые уже попали в сеть, это белые бюллетени. Ведь это же тоже технология, которая относится к технологии рисования цифр и результатов голосования. Как вы считаете, насколько фальсификация будет, уже имеет место в этом процессе? Понятно, что мы говорим о больших цифрах, но насколько реально смогут нарисовать оккупанты результаты этих псевдореферендумов? Смотрите, референдумы, как и отдых его и не отдых Путина вообще не имеют никакого значения. Почему? Потому что референдумы потеряли всякий смысл после того, потеряли смысл 8 августа, когда украинская армия ударила в первый раз по Крыму. И россияне фактически это скрыли и не захотели это признавать. То есть де-факто они признали, что Крым это все-таки украинская территория. После этого стало всем понятно, умным странам, что Россия не способна защитить свои территории, в том числе те, которые она считает своими. Разрастается война уже на Белгородскую область, Курскую область, и аннексия, присоединения, либо другие фортеля, которые они себе придумывают, они вообще не имеют никакого значения. Это не остановит украинскую армию. Тарас, тогда зачем это проводится? Зачем это делать в таком случае? Это паника, это истерика. Это, смотрите, главное тут, это снова взять всех на понт. Они хотят присоединить, якобы на бумаге присоединить эти территории. Но опять же, смотрите, тут какой вариант будет. Вот в том же референдуме, например, там в Запорожской области, я видел бюллетен, там было написано об отсоединении Запорожской области. Так подождите, вы же не всю область захватили и пока оккупировали. То есть вы претендуете на всю область. То есть они таким образом хотят, это ядерный шантаж. Они что хотят сделать? Они объявить хотят эту территорию, объявить, что тут ядерное оружие, пугает Запад снова и так далее. Но опять же, после ударов по Крыму ядерный шантаж уже не работает, к этому уже все готовы. Вот. И опять же, с той же ЛНР и ДНР, так называемой. А вы в каких границах вы собираетесь присоединять к себе ЛНР и ДНР? Если вы заявляете о том, что административные границы Донецкой области, так подождите, украинская армия защищает успешно половину Донецкой области. То есть это все фейк с помощью, чтобы всех взять снова на понт. Но я думаю, что не получится. Они же без референдумов могут объявить всю территорию Украины и России, чтобы вы понимали. Это что-то изменит? Это что-то изменит? Нет, не изменит. Украинская армия остановится? Нет, не остановится. Это паника и истерика. Снова взять на понт, потому что они проигрывают. В Кремле после Харькова, Харьковской области, после блестящей операции украинской армии, в Кремле поняли, что они могут проиграть. И они начинают теперь брать на понт. Но тут позор будет еще более глубоким. Так у вас бы вы проиграли просто СВО, свою специальную военную операцию. А теперь вы будете проигрывать территории, которые вы считаете Россией, в том числе Крым. Чем они еще выстрелили себе в ногу? Они сняли вопрос деоккупации Крыма военным путем. Почему? Знаете, они же референдумы проводили в 2014-2015 году с какой целью? Чтобы эти продажные твари, у меня других слов нет, с Европы, могли сказать, все эти там Меркели, кто там еще был, Саркази, Алан там еще был. Могли сказать, ну там же были референдумы, там же как бы вроде какое-то было волеизъявление, давайте не нагнетать, легализировать оккупацию и Крыма, и Ордло. А теперь они показали, что это все фикция, полностью фикция. Смотрите, фикция даже по российским меркам. Вот, это же как бы, они же хотя бы, даже те референдумы как-то, знаете, что-то, где-то, какие-то были люди, которые там как-то оно выглядело еще нормально. Вот, а теперь они обнулили фактически и Крым, и они обнулили все референдумы, которые были связаны там в том же Ордло, ну по Крыму особенно. В Крым же они легализировали через референдумы, и все эти шавки, которые бегали на русских деньгах за рубежом, они же там говорили, подождите, там же было воля изъявления. Да, не идеальное, да, вот не идеальное было воля изъявления, но все-таки там люди хотели, а теперь они вот этими референдумами, которые не имеют никакого смысла. В принципе, россияне могли присоединить тоже, например, Ордло в тех же границах без референдумов. Подождите, вы уже забыли, что вы признали их независимыми государствами до войны. Вот, они могли обратиться в парламент, как независимые государства, в Думу, без референдумов, и их теоретически могли взять без референдумов. Это с точки зрения России было бы, кстати, не так стрёмно, да, ну вот с такой вот, с такой вот, с такой вещью как-то разойтись. Но тут они обрушивают всю свою систему, и снова вопрос становится, границы какие? Вы объявили всю Херсонскую область, что она якобы тоже выходит из территории, из состава Украины, да, так подождите, там же сейчас идёт освобождение, завтра рухнет Херсон, то есть удар, поражение будет ещё хуже для вас. Но опять же, они надеются, что Запад дрогнет снова под угрозой ядерного оружия и так далее. Но я думаю, что применение ядерного, практического даже ядерного оружия, это даже слишком даже для Китая, который уже и для Индии особенно, потому что они будут понимать риски, которые связаны с тем, что скорее всего будет ответ, и ответ, который им не понравится со стороны стран НАТО. Не надо создавать такие вот прецеденты там, потому что это может потом аукнуться им. И посмотрим. Но я не исключаю всё-таки, не исключаю всё-таки этого маразма, который может быть, что они попробуют применить, попробуют ещё раз, попробуют применить ядерное оружие тактическое, но будет это приблизительно так. Как только они там что-то подумают, половина окружения Путина сразу позвонит в ЦРУ, я уверен, они уже все уже там завербованы. Вторая половина позвонит в Ми-6, вот, и все вместе на всякий случай они позвонят в МОСАД. Вот, для того, чтобы всех предупредить, потому что никто не хочет умирать из-за этого безумства. Да, если тактическая, то есть американцы контролируют все склады с тактическим ядерным оружием, они же знают, откуда будут везти. Как только это вообще появится приказ, я не исключаю, что по всему миру будет, чуть ли не в прямом режиме, а в прямом эфире CNN будет показано, как они везут эти боеголовки. Их же ещё привезти надо, это же тактическое ядерное оружие, их нужно откуда-то привезти, куда-то привинтить и так далее. Это же люди... Тарас. Не знаю, что произошло со связью, но и так, достаточной информации мы получили из-за Тараса Загороднего, политтехнолога. В любом случае, не в последний раз с ним связываемся. Интересный собеседник, много информации. Будем следить за развитием событий и, в частности, с Тарасом Загородним обсуждать происходящее. Субтитры создавал DimaTorzok